Мысли имеют свойство материализовываться. Эта фраза известна каждому из нас, но, как правило, никто не придает значения этому устойчивому выражению. Однако специалисты во всем мире давно изучают, как мысли и внутренние противоречия человека влияют на его организм. Подробно об этом мы узнаем прямо сейчас. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. У нас в студии сегодня Ольга Стевко, врач-специалист нейролингвистического программирования. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Мы очень рады снова видеть вас у нас в студии. Вы уже были у нас на программе, рассказывали о своих замечательных открытиях. Но, тем не менее, мне бы хотелось, чтобы вы еще раз немного рассказали о себе и откуда вы к нам приехали. Я работаю и живу в Соединенных Штатах Америки, в городе Сан-Франциско. У меня там своя частная практика. Я также веду, делаю семинары. То есть вы занимаетесь непосредственно изучением, как организм человека способен сам на себя влиять, если я правильно понимаю. Да, да. Я помогаю людям, если у них какие-то серьезные заболевания, даже когда медицина не может помочь. Например, какие-то аутоиммунные заболевания. И также, если какие-то эмоциональные проблемы, как, например, страхи, неуверенность в себе, и также чувство заниженного самооценки. Все вот это. То есть давайте вот сейчас как раз подробнее на этом остановимся. По сути, то, что мы думаем, то, что у нас внутри, получается, оно непосредственно влияет на то, насколько мы будем здоровыми. Да. Расскажите об этом. Давайте порассуждаем на эту тему. Это очень интересно. Давайте. В Америке в медицине медицинские врачи и наука показала, что очень много заболеваний возникает от того, что у человека стресс, стрессовые реакции. И очень многие заболевания, например, сердечные заболевания, заболевания желудка, кишечника и также даже как иммунная система действуют. И интересно, что врач, философ и автор, который до нашей эры жил, Гиппократ, он сказал, что ему было бы интересно посмотреть, какой человек имеет болезнь, чем какая болезнь у этого человека. И что правда, потому что, например, даже микробиологи 19 века, Луи Пастер и Клад Бернар, они постоянно всю жизнь спорили, что первоначально человеческое тело или бактерия. И Пастер говорил, бактерия только образует заболевания, только бактерия, человеческое тело – это все равно. А Бернар говорил наоборот, что от человеческого тела зависит, если бактерия-то разовьется. И что интересно, что когда Пастер уже при смерти, он согласился был, согласился с Бернаром, сказал, да, согласен, человеческое тело первостепенное. Как это понять? Потому что бактерия, она везде, она везде. Даже вот у меня мысли возникли, когда были эпидемии чумы, например. Почему все 100% не умерли люди? Действительно, заболевание – это одно. Да, потому что настолько она передается легко, что практически все должны были умереть. Кто-то умирал, а кто-то нет. И как будто спасали вот эти маски. Это же ерунда полная, правда? Мне кажется, маской не спасешься. Внушение как раз. И у меня такие мысли, что люди умерли, у которых были очень лимитированные подсознательные убеждения, и поэтому и много стресса. И люди выжили, у которых более положительное было мировоззрение на жизнь, на себя, и как они реагировали и про себя думали. То есть ваши, я объясню, ваши подсознательные убеждения и подсознательные конфликты, они вызывают состояние стресса. Например, мы можем вдвоем быть в какой-то определенной ситуации. Например, если кто-то громко кричит на вас. Например, если у меня не будет много таких лимитированных убеждений, которые вызывают стрессовую реакцию, когда кто-то кричит, я буду спокойно стоять. А может быть, даже скажу этому человеку, почему вы так себя ведете, давайте мы более дружелюбно поговорим. А другой человек, например, конечно, может быть, у вас не так, вы можете расстроиться или обозлиться, или сильный стресс быть. Потому что у вас могут быть убеждения другие, которые вызывают вот такую реакцию. У вас также есть стаканчики, такой элементарный пример, как на пальцах, так сказать, можно изобразить. Да. Я сейчас покажу вот такая демонстрация. Например, вот этот стаканчик, он представляет вот эти вот разные цвета, лимитированные подсознательные убеждения и конфликты. И они вызывают отрицательные эмоции и также мысли. И мы на мир смотрим, на себя, на других через фильтры вот этих убеждений. Через фильтры этих убеждений. Так что если, например, у меня эти убеждения все есть, и я смотрю на мир, все, что в округе, на вас через эти фильтры убеждений, как вот этот стаканчик представляет, то что я вижу, может быть, искажаться, что неправда. Например, вы сейчас улыбаетесь, а у меня могут мысли быть. Вот почему она улыбается. Что я насмехаюсь. Да, может быть, она надсмехается надо мной, может быть, со мной не все в порядке, может быть, с одеждой моей не все в порядке. А вы, может быть, улыбаетесь от чистого сердца, так оно и есть. А я по-другому думаю и воспринимаю. И этот стакан представляет, когда их мало этих убеждений, или такого, что совсем их нет, наверное, очень редко, но мало их. И тогда я на вас смотрю через эти фильтры этих убеждений, и вы улыбаетесь, та же самая ситуация. И я думаю, какая Анна добрая, и улыбка такая хорошая. И радуюсь, что вы улыбаетесь. То есть, в принципе, все очевидно. Мы это все и так должны знать. Просто вопрос в том, как это применять, как с этим ужиться и правильно с этим работать. Я знаю, что у вас есть знакомые доктора, которые даже написали книги об этом. Расскажите. Да, да, да. Например, у меня есть друг, он всемирно очень-очень известный врач, кардиолог. Он раньше был хирургом. И он написал книгу, может быть, 20, может быть, 25 лет назад, «Разбитое сердце и сердечные заболевания». И он тогда еще понял, что эмоции отрицательные, они ведут к сердечно-сосудистым заболеваниям. Особенно, как эмоции сильной грусти, скорби или постоянное раздражение, злоба. И они ведут, то есть изменяют биохимию в теле, гормоны, генную экспрессию, даже структуру через годы или быстро, и ведут к этим заболеваниям. И он в своей книге, он все это видел, когда он хирургом был, и просто тогда еще он понять не мог это. Пока он не изучил, он второе образование получил Ph.D. в психологии, Bio-Energetic Psychology. Это специальный вид психологии. И когда он изучил, как вот эти убеждения лимитированные вызывают реакцию, что у людей все меняется, эти убеждения подсознательные, лимитированные, они приводят, во-первых, спазм мышц постоянно может быть. Не только, например, в спине, в плечах, когда боль у людей, а также в дыхательных мышцах, например, между ребрами и диафрагма. И тогда люди не могут даже вздохнуть. У них будет более поверхностное дыхание. И также они будут как бы, например, кто-то на них кричит, они как бы защищать себя будут. Может быть, голову в плечи, вот так вот реакция такая, дыхание поверхностное. И влияет также на все, как он тоже сказал, доктор Стивен Синатра. И он сказал, что влияет также и на биохимию в теле, и влияет на иммунную систему. И сейчас наука это все-все доказала, что влияет ваши мысли, ваши подсознательные убеждения на биохимию в теле, генную экспрессию, как вы думаете, как вы себя ведете, как на вещи смотрите, на все. А у меня еще теория, что влияет на даже выражение лица, какое выражение глаз, влияет на осанку, и как вот, как тело, как это называется, постчер, постчер по-английски, когда, как тело находится. Положение, да, тело вы имеете. У кого вот так вот, а у кого вот так, например. Меняется, влияет на походку, как человек, походка разная. Влияет также на речь, потому что речь образуется, когда выдох, этот воздух идет через vocal cords, через голосовые связки. И если, например, как спазм в мышцах дыхательных, то этого воздуха не так много будет. И в зависимости, где спазм, либо здесь, либо здесь, либо в горле, и качество голоса будет другое. То есть на голос влияет, на поведение влияет, на мысли, на все влияет. Вот можно сейчас привести пример. Я так понимаю, если негативные влияния оказывают негативные мысли, соответственно, хорошие мысли, они способны, наоборот, излечивать организм, оздоровлять его, правильно? И у вас есть очень интересный пример. Да. Пример у меня есть, например, лимитированные подсознательные программы, они, Брюс Липтон, это ученые американские, он в своей книге «The Biology of Belief», «Биология убеждений», я так, думаю, перевожу правильно, он показал, что даже отрицательные мысли и отрицательные убеждения не приводят к заболеваниям. Или особенно, когда, например, врач вам говорит что-то отрицательное, потом позже поговорим об этом, что вызывает какую-то реакцию в теле, и даже как заболевание. И положительный настрой, положительные эмоции, они, наоборот, могут исцелить вас. И положительный настрой – это не просто себя переубеждаешь, я буду положительно думать, я хорошая, у меня все хорошо. Нет, оно так не будет работать, а положительный настрой – это когда, например, как на вещи смотришь. Например, если на вас мама кричит, например, и вы подумаете, какое у нее положительное намерение, почему она сейчас кричит, что это ей дает, что положительное для нее, почему она кричит. Например, может быть, она волнуется за вас, переживает, заботится, что с вами все в порядке было, и вы не обращаете внимания, когда она говорит, и нужно голос повысить, чтобы вы обратили, и поэтому кричит. И когда вы это понимаете, то у вас реакции такой уже не будет, когда мама кричит, когда вы понимаете положительное намерение. И когда вы будете так делать, то и биохимия будет меняться в теле. Ольга, мы остановились как раз на примерах, которые поражают. Это действительно реальные люди, реальные болезни. Расскажите нам, на что способен наш собственный организм? Наш организм способен на все. Такие сильные силы самоисцеления, это было давно уже известно. Мы поговорим после про плацебо-эффект. И просто невероятно, что возможно. Столько было случаев, например, в Америке в медицине, когда люди самоисцелялись, даже без химиотерапии, без операции, например, и даже от рака. И самоисцелялись быстро от каких-то других заболеваний. Я приведу пример. У меня, например, была клиентка, и она ко мне пришла, у нее была ужасная слабость. Она даже работать не могла, лежала часто. То есть постоянно? Постоянно. Просто сил не было у нее. У нее было аутоиммунное заболевание щитовидной железы. Это аутоиммунное заболевание щитовидной железы. В Америке оно называется хашимотос. Это когда ваши антитела атакуют свой собственный организм, в этом случае щитовидную железу и гормоны щитовидной железы. И также у нее были очень сильные аллергии, буквально практически на многие-многие вещи. И она каждый день принимала антигистамины и другие препараты от аллергии. У нее были также кожаные бородавки. И что я делаю? Я иду к причинам, что производит какое-то или заболевание, или эмоциональную проблему. И мы нашли у нее, у нее, например, заниженная самооценка. И также нашли, что как ее иммунная система реагирует. Два вида у нее иммунной системы реакция была. Одна, как чрезмерная реакция, гиперреакция, что вызывало вот это аутоиммунное заболевание. И также сопрессия иммунной системы, потому что у нее очень часто бронхиты, танзелиты были. То есть оба. Чрезмерная реакция и наоборот подавление иммунной системы. И аллергия, кстати, это чрезмерная реакция. Это как будто у вашей иммунной системы, как метафора, наступает страх. Она перереагирует на, например, пыльцу, траву, еду, что не опасно. Она так реагировать должна на бактерию, вирусы. А остальное это не опасно. Она перереагирует. И мы нашли, что на памяти, что это причинило. Это какие-то памяти были генетические, что передались через маму, через папу, через поколение. И также детство, что это образовало. И мы поработали отдельно над памятями, которые вызывали гиперреакции иммунной системы и памяти, которые, наоборот, супрессию иммунной системы. Когда мы это, это все были либо лимитерные убеждения, либо какие-то эмоциональные чувства. Над ними отдельно можно тоже работать. И когда разрешили, у нее полностью прошло это аутоиммунное заболевание щедовидной железы, хотя в медицине оно неизлечимое. Они ее лечат, поддерживают. И лекарства ей не помогали, что и давали гормоны, ряд лекарств, такие же сильные симптомы. И ушли аллергии полностью. И ушли бородавки. Все ушло. И она стала стойкой энергии, жизнерадостная. Моложе стала выглядеть. Она даже работу оставила, поняла, что не для нее эта работа и намного лучше. Поменяла свою жизнь. Да, полностью. Кардинально. Кардинально поменяла жизнь. Потому что, что я делаю, например, в своей практике, это не только вот давайте поможем с аутоиммунным заболеванием. То, что причиняет это, причиняет проблемы во всех сферах жизни. И в отношениях, и в свои собственные, и в бизнесе. И все это убирается тоже. И вся жизнь меняется. Да. И другой пример, очень интересный. У меня, у моего коллеги, он очень всемирно известный, Роберт Дилтс. Он был, он одним из, был как ко-девелопа, ко-креатор, создателем нюрролингвистического программирования. И его мамы нашли рак четвертой степени, он это рассказывал, так что я могу это всем поделиться, четвертой степени рак груди. И метастазы были даже в костях. И врачи, к сожалению, сказали, ничего уже, ни операцию не могут делать, поздно, ни химиотерапию, уже невозможно ничего сделать. И практически так, как что ни сказали, что она поняла, что ей только осталось умереть, все. И он, Роберт Дилтс, не согласился с этим. Он несколько дней делает похожие процессы, что я делаю своим клиентам. И он разрешил лимитерные убеждения и внутренние конфликты. И когда он эту работу провел, через несколько месяцев у его мамы полностью рак прошел во всех частях тела. И когда делали исследования, сканирование, рентгенты, ничего найти не могли. Врачи просто поверить не могли, плечами пожали, и все. И почему это произошло? Потому что разрешилось то, что он считает, я считаю, что привело даже к раку. Биохимию сдвинуло все этот стресс, который был сосоздан лимитерными убеждениями и внутренними конфликтами. Когда все это разрешилось, биохимия поменялась, геноэкспрессия, и разрешилось все. У нас остается буквально пять минут, а мне бы еще очень хотелось, чтобы мы поговорили о плацебо и нацебо, так называемом. Да, да. Расскажите об этом. Плацебо в медицине эффект очень знаменитый. Когда, например, врач дает таблетку, которая не настоящая, там, может быть, сахар, мука или что-то другое, нейтральное, и наступает полностью выздоровление. И плацебо-эффект в Америке сейчас наука показала, что 50, 60 и даже иногда 70 процентов плацебо это, когда такую таблетку дают. И плацебо помогает даже при депрессиях, астме и при других, даже при псориазе, заболеваниях. И почему это создается, Роберт Дилтс в одной из своих книг показал, что когда врач верит, когда говорит и вам поможет влиять на нервную систему, и биохимия вся восстанавливается. И, например, я скажу, что в одном из медицинских статей в журнале они показали, наука показала, что когда раздвоение личности у людей, как сегодня одна личность, завтра другая, или сегодня даже может быть несколько личностей, или люди по-другому ведут, разговаривают, как другой характер становится, что заболевания, как аллергии, псориаз и инсулино-зависимый диабет, что у разных, например, у одного человека диабет инсулино-зависимый, у другой псориаз был и у третьего аллергии и они увидели, что когда личность возникала, поменялась, то полностью симптом проходили, не было аллергии у одного, у второго псориаза, симптомов не было и третьему не нужен был инсулин. А тело-то одно и то же. А тело одно и то же. Почему? Что такое персоналити? Это личность и подсознательное убеждение. Так что когда подсознательное убеждение меняешь, поменяется все. И личность, и как человек ведет, и как думает, и биохимия, и болезнь придет. И есть такой эффект ноцебо. Это противоположность плацебо. Когда например врач говорит, что вам ничего не поможет или говорит, что вам осталось это рак 6 месяцев жить, то человек, который верит, то это может произойти. В Америке был случай, когда у пациента был рак пищевода, и такой рак, что практически летальный исход наступает. И врач сказал, вот вам осталось мало жить, буквально несколько недель. Человек умер, к сожалению, через несколько недель. И аутопсия показала, что он не умер от рака. Рак такой маленький был, что можно было много лет жить, а умер от слов врачей, врача этого. Внушение. Да, внушением поверил и умер. Ольга, мы много очень интересного рассказали сейчас телезрителям, тем не менее, понятно, что не нервничайте, не переживайте, но одно дело сказать, другое дело сделать. Я знаю, что вы сейчас можете продемонстрировать хотя бы малую часть того, с чего начать бороться, с самим собой в какой-то степени, прийти в итоге к гармонии. Что нужно сделать? Самое будет сильное, если разрешить подсознательные убеждения и внутренние конфликты, тогда никогда такого не будет реакции. Но что можно делать? Есть всякие методики, что можно делать? Методики и в психологии есть, и в нейролизации, лингвистическом программировании, и также клинический гипноз, что можно очень многое поменять. И что я хочу показать сегодня, например, можно, это называется по-английски рефрейм, это NLP рефрейм, это как будто другую рамку поставить на что происходит, по-другому посмотреть. Вот как я приводила пример с вашей, например, с чьей-то мамой, которая кричит. Когда что-то происходит, какая-то ситуация, то спросите вопрос, какое положительное намерение у этого человека, потому что этот человек ведет по какой-то хорошей причине, и он даже не сознает, что это, как он ведет, что это ему дает этому человеку, что положительное для этого человека, поэтому так ведет. Например, как мы с мамой привели пример, может быть, она сильно печется, волнуется за вас, поэтому так реагирует. Когда вы поймете, у вас поменяется, как вы про это чувствуете. Отношение к ситуации. Да. И также можно, например, очень, это называется preceptional positions. Я не знаю, как это перевести по-русски, когда, например, три позиции я, вы, и как человек со стороны смотрит. Я поставлю в эту позицию себя, и посмотрю, что происходит через свои глаза, потом поставлю, как бы перемещусь в вас, и через ваши глаза на эту ситуацию, что с нами происходит, посмотрю, стану вами, как вы про это думаете, а потом перемещусь как обозреватель, как он со стороны на нас, и что с нами происходит. И когда это вы сделаете, у вас может поменяться, как вы чувствуете про это. Ольга, я думаю, что все на самом деле достаточно ясно, и не так сложно, просто нужно этим заниматься и работать над собой. Спасибо вам большое за этот разговор, спасибо за то, что вы делаете, и что пришли к нам. Спасибо, спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить», в студии работала «Набережная». Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова